У нас ласточка сидит возле часов, наблюдает как мы тут с лагерем станом завтракаем. 14 июля 2015 года. Ты иначе сидит начальник лагеря. Посмотри, а я несколько раз сниму и приблизь. Главное часа к часам ласточка. Ай знает свое время и ласточка. Про это написано. Она знает свое время. Вот сегодня у нас 14 июля 2015 года. С завтраком как всегда, с 8. А вот рядом гнездо у них. Большие наверно выстущат, можно посмотреть сейчас будет. Полетела и сидит. Полетела вторая ласточка. Сейчас вылетает из гнезда. Исключительно чистоплотная. Даруха не ходил? Сейчас обе улетят. Я быстренько войду и покажу вас сейчас. Сравнивать не приходится с голубью. Она прилетает на маленькие ласточка, но у них же пеленки оправляется. И она тут же залатит, пеленки перебирает, в рот берет, у нее рук нету. И сразу выносит и бросает. Батюшка сделал картоночку, видели возле гнезда. Так они сейчас что? На картоночку все это. Она прилетает, из картоночки берет и уносит. А голубенок никуда он под себя ходит, чуть-чуть в сторонку. Мало того, к этой куче еще и родители сами добавят. В пеленки ребенка еще и родители оправятся. Это самая глупая птица. Народ глуп мой, как голубь, Ефрем глупь, так говорит Господь. И голубь он не то, что там оправляться, за детьми вообще не убирает. Вот ребенок родился, и они ни разу пеленки не постирают. Ну какие это родители? А это каждый день, ну раз двадцать, наверное, пеленки стирает у него. Чистюлька. Она даже есть, она не умеет есть. Вот ласточка летает, мошка, смотреть не на что, даже Господь. Она больше не может ничего. Вот она иногда в храм залетит и вокруг летает. Если над нами есть какие-то мошки, они тут же их вылавляют. Когда стоим в храме, у нас мошек вообще нет, а дверь открыта. Один раз стиночка залетела, басечка в алтаре в рильзе, она ему на плечо села. Это чудо Господнее. И вот любая птичка, она как, вот воробей, он возьмет и утащит. Жулан берет семечку, маленькую семечку прям положит. Долетит на ветку, ее как-то зажмет и раздалбывает, достает там. Как он ее зажимает, понять не могу. А голубь так не может, не умеет. Он есть не умеет. Ну допустим, положили кашу. Вот началось сказать, и человек вот так вот рукой взял, а в рот сразу не берет. А вот так вот раз, дернул бы, а куда чашка улететь не важно. Главное, что у него осталось в руке. Вот такой кусочек хлеба лежит, десять голубей будут его есть. Так отойди, когда я говорю, пустое, подними руку и все. И она вот так голубь хватает, и ему надо оторвать. Он так дернул, а кусок улетел куда-то. Воробьи его схватили, в сторону отнесли, клюют, а голубь все еще смотрит, а где, куда делся кусок. Он глупый-глупый. Это только по внешнему. Я, ну знаю, на любом можно. Она села и сидит. И пока она их не выкормит, на крыло не поставит, ну это ее дети. Пока у нее университет не закончат, она их не бросает. А голод не так. Так, она родила, теперь кормит. Кормит до времени, пока ребенок научится ходить. И тут же бросает его. Как будто никогда его не видели. И она сразу начинает другого. Опять дефектно отпускает. Голуби быстро распространяются. Ласточка один от силы два раза может за летом. Голубь пять раз. И многие погибают. Он кричит, есть, пить хочу. А она нам не заботится. Он из гнезда как только вывалился, даже нечаянно, все. Пропал. У нее заботы об этом нету. Это голуби. И несмотря на все это, Господь показал нам, что голубь это избранная птица. Вот сейчас я хочу показать. И он уже там просто подойдет с той стороны. Чтобы они меня не захватили здесь. Он у него там клюв торчит. Вот. С молоком. Его не вытащишь там. Она их, говорит, привязывает. Никто не видел никогда ласточенка. Я его вытащить хочу. Привязан он или нет. Теперь проверить нельзя. Я его вот потянул. Вот он. Смотри какой. Погляди. Вот он. Не видно. Вот видно нет? Нет. А? Нет. Вот смотри. Я его не могу вытащить. Видимо действительно привязанный. Все. Назад ушел. Боязно его даже трогать. А когда чуть-чуть умеют летать они. А если только тронешь, они все пырх из гнезда. И больше не возвращаются. Они их кормят где-то в другом месте. Вот даже ласточка с голубем нельзя никак сравнить. Не знаю у нее запах есть или нет. Она должна понять, что я там был у нее в гнезде. Насторожись. Мы сейчас увидим. Если еще, значит она ничего не чует. Вы знаете как в сказке. Медведь пришел, обнюхал. А кто тут был на моей кровати лежал? Пришла медведица Наталья, Анастасия. А кто на моей кровати был и взломал? А то уже Мишутка маленький. А что говорят, что ласточки привязывают детенышей? Говорят ласточки своих детенышей привязывают, да? Чтобы из гнезда не выпали. А в цирке я видел картонка. А он картонку то не понимает. А как написано? Он вылезет за край гнезда и крылышками тренируется. На картонку не садится. Он не знает, что такое картонка. В природе этого нет. И все время по одному вылазит и тренируется. И опять гнездо засел. Все. Гимнастика опущена. Вот сейчас он должен прилететь. Вот у нас нынче миссионерская поездка началась. Вот сегодня у нас второй день. Бог дал нам шопера хорошего. Марьясов Александр Сергеевич из Краснодара. Сергей со своей собачкой ураганом. Сергей Павлович Купков. И должен быть Валерий Сергеевич Сокольский. Вчера они должны были выехать. Средин никаких нет. Нынче благовестие. Мы прошли до востока на порт Накотка. До запада Лиссабон. От Тихого океана до Атлантического. На юг с обратной стороны прошли Черное море по Турции и Афины. Это юг. Дальше нам не положено. А нынче на север. Они должны начать с Баренцевого моря. С Творновской и пройти по северу. Это длительное путешествие. Если закончится благополучно. Дай Бог. Больше такого не будет. Книги кончились. Их нет уже. Все. Работа окончена. Просто так ездить. А еще так ездить ни с чем. Мы едем с книгами в каждую библиотеку. В районный центр дарим книги. Я посчитал. Давным-давно у меня подарено более 90% книг. 10% может быть только на продажу. Вот сейчас крещение принимали. Я для всех выделил трехтомник. Для Слова Божия нет. Уз. Это уже получается 4300. И к Истинному православию. 4700. Каждому по 4700. Если на деньги переводить. Вот так. Когда я сдавал, я получил полный комплект. У меня стоит 750 евро. 750. Ну умножь на 100. Уже 75000 евро. А теперь у нас там 8-9 умножь еще это. Ну ясное дело, что никаких денег у меня не было и нет. Это Господь послал. А откуда послал? Ну я объясняю это. С неба. Просто вдруг с неба бросил. И я получил. Я сегодня только об этом говорил. Когда ребята поехали. У меня нет ничего. Мы молимся. И как с неба Бог опускает работников. Сразу приезжают. Татьяна Кузьмишина Капустина. Нина Александра Жолнирова. Вторая. Там Людмила Степана Алпимова. И Александра Михайловна Гончарова. Четыре повара сразу. Нахлынули. Люди съехали. И повара съехали. Ничего нету. И вдруг все появляется. Приезжают с хлебом. Что-то просят. Ну просто мы просим у них. А они у нас спрашивают. И вот они что. А что вам с собой привезти. Ну что привезти. Ну я всем говорю хлеба. Потому что пекарни в это время отвлекаются. И надо чтобы во время пребывания людей. В пекарне не работала наша русская печь. На целый день там столько делов. Это не просто так. Ну и дальше уже в виде юмора. Если хотите можете купить несколько ящиков. печенья и пряников. Ну только без украшений простых то. Ну если что захотите. Ну купите килограмм. Немножко сахару килограмм двести. А то по пятьдесят килограмм четыре мешка. Ну если что захотите еще побольше. Ну на благовестие нам дайте. Ну немножко по тысяч сто. Вот. Ну и у нас плотину надо строиться. Там тоже немножко надо бы хотя бы. Ну и дальше. Понятно что там полмиллиона уже не хватит. Но я садила что я это все говорю в виде юмора. Когда люди уехали я посмотрел. Побил. Все было. Все именно так как я говорил. Все абсолютно выполнено. Теперь только делать плотину. Успели средства отдать отъезжающим братьям нашим. И теперь заботиться как жить дальше. Ну заботиться как то есть. Как Бог дает. Мы как раз не заботимся. Все довольны. Довольны. Видя что мы искренне. Вот уезжала жена тут одного Андрусенко. Она в папине. Светлана. И она мне говорит уже садись в машину. Как я не любила вас. Вот муж восхищается. Он души не счает. Он как только ваш голос слышит. Я теперь петь не могла. А теперь приехала приняла крещение. А сама смеется. Простите меня. А я и знать не знал. Наплевать да забыть. Я знаю которые люди не имеют общения. На них и сердиться никто не будет. Но вот мы еще приехали. 12 человек приняли крещение. И все пришли через интернетную работу. Через книги. Это результат. Так эти люди то не мертвые. Они работают. И как мы работаем. Я пока не знаю кто так работает. Дело в том что так. Или отошли от церкви. Или как то. А мы все это делаем в патриархии. До единого человека которые были. Все они в патриархии работают. Работают. И работают на должности. Это помогает священникам. И в то же время. Мы говорим. Что надо работать. Чтобы выходили на проповедь. Священники чтобы учили народ. Но учить его надо народ. Вот они это слышат. Которые рядом. Но эти уже наши люди были. Это остальные все. Ну еще из Краснодара то. Там никакой зарубежной церкви нет. Он в алтаре прислуживает. То есть эти люди. Самые патриархийные. Но теперь они уже. Священнику подсказывают. Или просят. Чтобы вести занятия. Вот мы начали с ласточки. А видите. Все время поворачиваем на благовестие. А вот как с неба дают. Люди то не верят. Когда говоришь. Ну а как это может быть с неба. Ну вот я рассказываю. Как доказательства. У меня не было одного. Не было другого. Третьего. Обязательно ехать мне. Виктор Николаевич не едет. Николай Крущина отказался. Виктор тут. По мучительским делам. Не только со своей свадьбой. Остаюсь я один. В прошлогодней миссии. А я вчера. Меня это. На жаре то толкнуло здесь. И я поволокся домой. Вижу что сердце начинает. Колотиться не так. Пришел. Ну за ночь отошел. Опять. То есть. Я хочу быть не таким. А ничего не сделаешь. Организм. Как старый трактор. Ему требуется определенная нагрузка. Иначе просто мотор сорвет. Ну вот я пришел. Остальное мы принимаем как от Господа. Струбимся. Видите они ушли. Сейчас посмотреть надо как. Лацочки будут реагировать на то что я руками касался их ребятишек. На вылете церкви. И на вылете я посмотрел в бане. Там. В бане я прикасался к ним. Они даже не заметили. Выходит у них нюха нету. Они не насторожились. Если нюх есть. Они тщательно обнюхивают. Допустим собаки. Беспородные собаки. Беспородные собаки. Молоко то разницы нету. А породистая принесла восемь щенков. А восемь они не потянуть. И оставить четыре. Но остальных надо найти. Чтобы в это время ощенилась собака беспородная. И тех щенков так и так убирать. А их подложить. Она понюхает. Она может их всех передавить. Поэтому надо сначала ту собаку суку подоить. Там в чашку или куда. Чтобы из нее молоко было. Этим молоком обмазать не ее детей подкидыши. И туда к ней подложить. Перед этим подстилкой. Которая у нее лежит. Там с облома или матрасик. Их обшоркать. Чтобы запах полностью. У собаки запах в 12500 раз лучше человеческого. Представь себе. Какое. А у ворона еще лучше. В несколько раз лучше собачьего. А у бабочки в несколько раз лучше вороньего. Буквально по одной молекуле еще. Ну видишь он поднимает. Давай бросить. Чего ты так зациклился на мне. Вот что мы. Немножко я вам сказал. Ведь из биологии уже теперь будете где-то знать. Где-то применить знать. С неба дар это я молился. Никаких признаков не было. Ну что как-то будет что-то и вдруг. Помощь. Притом помощь такая, что ничем не обязывает. Притом этот человек делает не один, а подключает других. Он свидетельствует, рассказывает. Вот сейчас они поехали. Этот Владимир подарил. Приехал телескоп. Ну телескоп я спросил сколько стоит. Тысяч там. Я подарил ему нисколько не меньше книги. Ну а то так. А другой больше что-то привез. Он привез такую икону. Хорошую. Даниила Московского. Даниила. Бат, чуть не вырос человека. И хороший художник рисовал. И как он ее упаковал. Как вез на машине. А вез ты из Екатеринбурга. Вот так. Мы его никогда не знали. Видите. Что-то она кричит. Котя там. Котя. Вон возле кухни. Возле кухни. Кошка? Да. Кот серый. Вот. Влад Тихонович. Все доели. Вы не доели. Я сейчас доем. Она. Кошка смущает его. Дело в том, что я вчера ролик заснял. Они тут. Он в траве. Они на него нападают. Он подпрыгивает. Пытается их поймать. Ну-ну-ну. Это знак тревоги. Видите. Хорошо, что сказали. Вот так. Все. Слава Богу за всем. Это наш шарик подлежит. Да, шарик? Вот его кусают насекомые. Что, Котя? Котя наш Котя. Вот они беспокоятся. Истребители наши. Вот водичка тут у нас лежит. Наполняет собака. Все, пошли молиться. Я не верю. Я не верю. Я не верю. Не верю. Далее, я верю.